Добрый день, дорогие слушатели! Я, Капсалянова Эльмира Николаевна, являюсь ассоциированным профессором кафедры фармацевтической технологии. И сегодня хочу прочитать вам курс лекции по дисциплине «Биофармацевтические аспекты технологии лекарственных форм», а именно «Фармацевтические факторы». Фармацевтические факторы – это очень важные и используются при разработке и совершенствовании составов и технологий лекарственных препаратов. Существует 5 фармацевтических факторов, такие как простая химическая модификация лекарственных веществ, физическое состояние лекарственных веществ, природа и количество вспомогательных веществ, фармацевтическая технология и лекарственная форма и пути ее ведения. Давайте же более подробно рассмотрим каждый фармацевтический фактор, что он собой представляет. Первый фактор фармацевтический – это простая химическая модификация. Под простой химической модификацией лекарственных веществ понимают использование веществ в виде различных солей, кислот, оснований и других соединений, в которых полностью сохраняется ответственная за фармакологический эффект часть молекулы вещества. Этим на практике пользуются для изменения вкуса, запаха, улучшения растворимости и повышения стабильности. Например, при замене иона водорода в аскорбиновой кислоте на ион натрия сохраняются основные функции витамина С, но в то же время изменяется электролитный баланс организма и наблюдается угнетение функций инсулярного аппарата у больных с сахарным диабетом. Эффект влияния простой химической модификации на интенсивность сасывания может иметь место и в других случаях. Например, при производстве таблеток или капсул элитромицина иногда заменяют отсутствующий элитромицин как основание на его эфир, пропионат элитромицина. Что же происходит? Если мы проведем фармакопейный анализ, количественная активность антибиотика будет равноценен, но уровень препаратов плазмико-крови будет различен. Почему? Когда было проведено исследование в крови добровольцев, получивших эфир элитромицина, то концентрация его была в 2-4 раза выше, чем при приеме основания элитромицина. На кинетику всасывания и, следовательно, терапевтическую эффективность влияет растворимость лекарственных веществ. Например, алкалоид хинин как основание может быть переведен в соли, такие как сульфат, хлорид, бромид. Их же растворимость различна и составляет в соотношении 1,800, 1,34 и 1,16. Соответственно, в свою очередь они определяют неодинаковую выраженность противомалярийного действия. Фармацевтическая промышленность выпускает следующие лекарственные формы хинина гидрохлорида в виде таблеток по 250 и 500 мг и 50% растворах в ампулах по 1 мл. Хинин бромид, растворимость которого в 2 раза выше, чем у хинина гидрохлорида, из-за возможного побочного действия происходит явление бромизма, то есть практически данный процент растворимости не применяется. При производстве готовых лекарственных средств необходимо уделять внимание стереоизомерии, а также контролю стереохимической чистоты как сырья, так и готового продукта. Правовращающий изомер хинина сульфата, имеющий название хинидин сульфат, в отличие от левовращающего аналога, обладает более сильной антиоримпетической активностью. Выпускают его в виде таблеток пролонгированного действия дурулхинидин сульфат, который в организме равномерно высвобождает лекарственное вещество за 8-10 часов. Как на примере, если мы посмотрим правовращающий изомер пахикарпина гидрохлорида, который стимулирует родовую деятельность, то его левовращающий изомер спартеин уменьшает частоту сердечных сокращений при синусовой тахикардии, то есть вызывает антиаритмическое действие. Следовательно, недопустимо произвольно изменять лекарственное вещество или без соответствующего контроля менять его поставщика, что иногда диктуется часто технологическими или экономическими соображениями. Для повышения терапевтической эффективности и стабильности уменьшения расхода препарата следует уделять большое внимание фактору простой химической модификации. Давайте рассмотрим следующий фактор, это второй фармацевтический фактор, то есть влияние физического состояния лекарственных веществ. Под физическим состоянием понимают степень измельчения, полиморфизм лекарственных веществ, огранку кристаллов, температуру плавления, электропроводность, то есть поверхностные свойства лекарственных веществ. Для веществ, обладающих малой растворимостью, важна степень измельчения, так как она оказывает влияние на процесс абсорбции. Степень измельчения имеет не только технологическое значение, обеспечивая однородность смешивания ингредиентов, а также стабильность препарата, его реакционную способность, но влияет на скорость сасывания лекарственных веществ в организме. Если, например, ацетилсальциловую кислоту и измельчить в 30 раз больше, чем товарный образец, то получаемость завода анальгетический эффект подрастет в два раза. Микронизированное измельчение из бисгидроксиакумарина, введенного в таблетки, привело к ускорению его всасывания и летальным исходам. За счет чего это происходило? За счет того, что оптимальный размер частиц порошка фениндиона составлял 10-30 макромолекул. Если размер должен быть 300 макромолекул, то дозу фениндиона следует увеличить для получения равноценного эффекта, а если размер меньше 10-30 макромолекул, то дозу действующего начала следует уменьшить. Выбор степени измельчения порошка должен быть научно обоснован. Нельзя считать правильным стремление к получению в каждом случае микронизированного порошка. Резкое уменьшение размеров препарата вызывает быструю инактивацию. Выведение его из организма иногда усиление побочного действия. С увеличением степени дисперсности частиц эритромицина и пенициллина снижается их противомикробная активность. Прием, например, нитрофоронтоина в противомикробное средство, применяемо при инфекционных заболеваниях мочевыводящих путей, в виде сверхтонного порошка увеличивает токсичность препарата на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. В этом случае нитрофоронтоин назначают в лекарственных формах, в которых он диспергирован в форме крупных кристаллов. Микронизация не всегда увеличивает скорость растворения и абсорбцию лекарственных веществ, в частности, вследствие плохой смачиваемости трудно растворимых веществ. Для повышения биодоступности плохо растворимых веществ в состоянии сверхтонкого измельчения, преодоления процессов агломерации и агрегации в 1961 году был предложен метод введения лекарственных веществ в твердой дисперсии, а, следовательно, был выбор степени измельчения лекарственных веществ и должно осуществляться с учетом влияния на биодоступность препарата. Ранее я не раз повторяла слово полиморфизм. Что такое полиморфизм? Это способность от одного и того же вещества образовывать несколько кристаллических модификаций, различающихся показателями кристаллической структуры и, как следствие этого, характеризующихся различными физическими свойствами. Получение той или иной полиморной модификации вещества определяет комплекс внешних условий, из которых лучше изучены температурный фактор, природа растворителя, его наличие или отсутствие, введение различных вспомогательных веществ лекарственной формы, сушка и давление. 30% всех органических веществ существует в двух или более кристаллических модификациях. Например, для сульфиноламидов известно 49 модификаций, для антибиотиков около 120. В процессе кристаллизации полиморных веществ образуется кристаллическая структура вещества, имеющая минимум свободной энергии и обладающая малоустойчивостью. Лекарственное вещество может быть представлено несколькими кристаллическими модификациями, имеющие специфические свойства, такие как физические и фармакотерапевтические. От этого зависит стабильность и эффективность препарата. Обычно менее стабильные кристаллические модификации характеризуются большей растворимостью в физиологических жидкостях и лучшей всасываемостью. На примере возьмем таких препаратов, как рибофлавин. Он представляет собой метастабильную. Растворяется в концентрации 1200 мг на литр, а стабильная его концентрация 60 мг на литр. Например, следующая форма 2-притнизолона растворяется в 14 раз быстрее формы первой стабильной и в 2 раза быстрее обеспечивает поступление стероида в кровь, чем первая форма при подкожном введении. Например, такой препарат, как сертралиногидрохлорид, имеет 5 полиморфных модификаций с различной антидепрессивной активностью. Для рациональной технологии суппозиториев необходимо учитывать явление полиморфизма масла какао. Масло какао мы с вами знаем из промышленной технологии лекарств. Это вспомогательное вещество, которое способствует нам получить суппозитории. Оно по физико-химическим свойствам представляет собой 3 глицерид с преобладанием 3 глицеридов алииного, пальмитиного, стеариновой кислоты. Для масла какао известно 4 полиморфные модификации альфа, пэта, пэта-1 и у, значительно отличающиеся по температуре плавления и температуре застывания и удельной массе и т.д. При использовании масла какао в качестве основы для суппозиториев, получаемых методом выливания, необходимо учитывать полиморфизм данной основы и не перегревать основу при расплавлении, что приводит к уменьшению температуры плавления, т.е. менее 36 градусов Цельсия. Установлено, что одно и то же лекарственное вещество в кристаллическом виде обладает иным спектром действия, чем в аморфном виде. Кроме того, различные виды кристаллической структуры одного и того же лекарственного вещества действуют неадекватно. Так, например, суспензия микроэкстролической формы инсулина действует почти в два раза длительнее, чем суспензия инсулина аморфной формы. Оптические модификации лекарственного вещества также могут существенно влиять на его активность. Например, широко известный препарат клопидрогрел, антиагрегатное средство существует в виде двух изомеров, из которых активен правовращающий СН-антиомер, а РН-антиомер является примесью. Следующий препарат широко известный был в 60-х годах талидамид, это снотворное средство, в виде правовращающего изомера оказался токсичным, проявляя тератогенные свойства, поэтому был снят с производства. Так много было очень побочных эффектов данного препарата. Таким образом, результаты исследования полиморфизма лекарственных веществ необходимо использовать для повышения эффективности лекарственной терапии и избежания ошибок при производстве и оценке качества лекарств. Модификация физического состояния лекарственных веществ может принести как экономические выгоды народному хозяйству за счет уменьшения дозы лекарственного вещества, так и сохранения лечебного действия препарата. Давайте рассмотрим следующий фармацевтический фактор, это третий фактор, природа и количество вспомогательных веществ. Именно биофармация расширила и сформировала правильное понимание места и роли вспомогательных веществ. До начала 60-х годов вспомогательные вещества рассматривались только как и дифферентные наполнители, формообразователи и другие технологические агенты. Вспомогательные вещества обеспечивали соответствующую форму и объем лекарств, удобство его приема, изготовление транспортировки. Их выбор диктовался чисто технологическими, нередко экономическими соображениями. Вместе с тем известно, что абсолютно индифферентно для человеческого организма вспомогательных веществ не существует. Вспомогательные вещества могут усилить или ослабить действия лекарственных веществ, изменить характер действия под влиянием различных причин комплекса образования молекулярных реакций. Способность лекарственной формы к высвобождению лекарственных веществ зависит от их свойств и количества. Давайте рассмотрим влияние некоторых вспомогательных веществ на качество таблеток и их терапевтическую эффективность. Из промышленной технологии лекарств мы знаем, что по классификации вспомогательные вещества делятся на следующие вещества, такие как разбавители. К ним относятся свекловичный сахар, лактоза, натрия хлорид, мочевина, кальций сульфат, основной карбонат магния, глицин, манит и другие. Роль разбавителей в производстве таблеток весьма существенна. Они в значительной мере определяют стабильность лекарственного вещества, степень и скорость его усвоения, органолептические свойства таблеток. Ранее считалось, что лактоза является и дифферентным веществом. Тем и знаем, что лактоза содержится в молочных продуктах. Но замена кальция сульфата двухводного на лактозу в таблетках фенитаина привела к увеличению концентрации фенитаина в крови в несколько раз, что привело к летальным исходам в Австралии при лечении эпилепсии. В Российской Федерации таблетки диффенина изготавливаются с добавлением натрия гидрокарбоната с целью улучшения его растворимости за счет образования натриевой соли диффенина. Присутствие лактозы в имплантационных таблетках с тестостероном увеличивает скорость всасывания тестостерона, но уменьшает скорость всасывания пентабарбитала и снижает активность изониазида. При совместном назначении ацетилсалициловой кислоты с лактозой наблюдается резкое угнетение процессов ее всасывания и снижается ее терапевтическая активность. Следующее вещество, которое мы относим с помогательным веществом, это разрыхлители. Они способствуют быстрому механическому разрушению таблетки в жидкой среде, что необходимо для скорейшего высвобождения лекарственных веществ. В группу разрыхлителей входят неиногенные поверхность активных вещества, такие как твины и спены. Введение твина в 80% в количестве до 0,5% от общей массы таблетки уменьшает время распадаемости и ускоряет всасывание противоэллиптических средств. Однако, если увеличить концентрацию твина в 80% до 3%, то возможно снижение прочности и стабильности таблеток. Давайте рассмотрим следующий пример. В клинике при лечении больных таблетками дигоксина умерло несколько человек. Что же этому послужило? Фирма, которая выпускала эти таблетки для улучшения внешнего вида, ввела в пропись таблеток СПЭН, который способствовал всасыванию дигоксина в течение нескольких минут и как следствие приводил к передозировке препарата. Следующее вещество – это склеивающие вещества. Используются в таблеточном производстве для придания прочности таблеткам. Это от 1 до 15% слизь крахмала, сахарного сиропа, 1-2% вводный раствор метилцеллюлозы, 4-8% спиртовый раствор этилцеллюлозы и т.д. Склеивающие вещества влияют на скорость растворения некоторых лекарственных веществ. Так, высокомолекулярные соединения, растворимые в неполярных растворителях, увеличивают скорость растворения фенобарбитала, притнизолона, метилдофы. Гидрофильные склеивающие вещества уменьшают скорость их растворения, при этом время распадаемости таблеток в обоих случаях остается одним и тем же. В присутствии поливинилпиралидона, резко снижается антимикробная активность левомицетина. Однако, введение поливинилпиралидона в состав таблеток с преднизолоном, гризиофульвином повышает их всасывание и эффективность. Как правило, с увеличением концентрации и вязкости раствора склеивающих вещества, возрастает прочность таблеток и ухудшается распадаемость. Избыточное количество склеивающих веществ может явиться одной из причин цементации таблеток при хранении и значительного уменьшения их биологической доступности. Следующие вещества – это у нас скользящие вещества. Они улучшают сыпучесть, таблетируя массы. К ним мы относим крахмал картофельный с содержанием 3-5% влаги, таль, калин, аэросил, стеариновая кислота и ее соли и другие смазывающие вещества. В ряде случаев скользящие вещества могут вступать во взаимодействие с лекарственными веществами. Например, стеариновая кислота и ее соли, кальция и магния реагирует с отсетилсалициловой кислотой, с образованием кислот салициловой и уксусной. Полиэтиленоксид 4000 образует комплексное соединение с фенобарбиталом в таблетках и препятствует его резорции в организме. В то же время присутствие полиэтиленоксида не мешает проявлению терапевтического эффекта для других противоэпилептических средств. Это лишний раз подчеркивает необходимость индивидуального подхода при выборе вспомогательных веществ, при введении вспомогательных веществ в лекарственную форму особое внимание. Также следует обращать на их совместимость с лекарственными веществами. Скользящие вещества гидрофобного характера, такие как тальк, стераты, углеводороды, затрудняют проникновение пищеварительных жидкостей в пористую систему таблетки, ухудшая ее распадаемость и всасывание. Чем выше содержание скользящего вещества, тем хуже распадаемость и резорция, что нежелательно, так как не обеспечивается необходимая концентрация лекарственных веществ в крови. Каково же влияние сочетания вспомогательных веществ на высвобождение лекарственных форм? В состав кишечно-растворимых гранул и бупрофена вводили, например, лимонную кислоту, которая уменьшала высвобождение и бупрофена. Это показали опыты на инвитро и всасывание инвива. В то время как использование гидроксии пропилметилцеллюлозы и лимонной кислоты оказывало существенное влияние на освобождение кетансерина из таблеток. Причем увеличение концентрации лимонной кислоты обеспечивало преобладание механизма диффузии и увеличение скорости высвобождения лекарственного вещества, тогда как пропорциональное увеличение гидроксипропилметилцеллюлозы приводило к уменьшению скорости растворения. Для повышения биодоступности используют взаимодействие лекарственного вещества со вспомогательными. В результате этого получаются соединения и включения, или их иначе называют квадратами, которые образуются путем внедрения молекулы или группы молекул одного вида в полость другой молекулы или кристаллической решетки построены из молекул другого вида. Таким образом, выбор вспомогательных веществ должен осуществляться с обязательным учетом их влияния на терапевтическую активность. Только вспомогательные вещества, оптимально раскрывающие гамму фармакологических свойств препарата, могут быть включены в его состав. Таково непреложные правила биоформации. Разрешите мне на этом сегодня остановиться и следующие два фармацевтических вактора я продолжу на следующей лекции. Спасибо за внимание.